Это не я их брала. Я говорю, ну, а как, типа, сходится то вопрос, типа, говорит, дай мне до вечера, я их найду. Говорит, это не я их брала. И у нас каким-то типом летает, и этот тип мне еще пишет. ВЛС говорит, это не она, зачем ей столько брать, если ей столько не надо. Окей. Факт третий. У нее новый телефон сейчас, новая сумочка, какие-то новые вещи в комнате, какие покупались в Виннице. Домой она не едет, она меня морозит уже часа три, что она не едет домой. То есть, еще хорошо, как бы, нет? Да, еще со вчера она приехала и сидит сразу. Тут она тоже, я не могу, там, то, там, это. Говорит, это не она. Говорит, я найду, я все привезу, это не она. Все, они с этим типом, она не едет сюда. Третий вопрос. Что мне нахуй делать? Я, я как вообще, что я вообще думаю делать? Я, тип, ну, для меня Apple 3000 баксов, это, ну, это деньги. Но это не прям большие, прям, знаете, деньги. Вы это прекрасно понимаете, я играю в казино, да. Но все равно, это деньги. Просто мне очень сильно обидно из-за того, что это, во-первых, наличка. Во-вторых, это деньги на черный день, которые я бы, когда уезжал в Венесу, я бы ставил родителям. И сказал бы им, что если что-то случится, у вас есть деньги, не дай бог что-то случится. Потому что я, типа, я так как-то выберусь, а вы, вы, типа, нет. И третье, то, что вы, вот, вы живете в доме, где твои родители все родные, и ты не можешь поставить на видное место деньги, потому что их слизят. Вот в чем прикол? Типа, ты даже в своем родном доме не в безопасности. Типа, вы понимаете вообще, как это жить? Так? Что я предпринимаю? Я завтра или сегодня вызываю полицию, пишу, ну, пишу рапорт на нее, на этого типа, типу 19. Не знаю, что будет с ним. Типу 19? Да. Я вас не укатаюсь? Да, не знаю, что будет с ним. Есть 16. Условку точно дадут, будет ходить отмечаться, и выгонят паху с училища. Типу я не знаю, что будет. Типа, вот что я хочу, думаю, сделать. Потому что по-другому я не знаю, как объяснять. И, понимаете, я вот так думаю, бля, я же ломаю жизнь человеку, я то. Но, понимаете, чел пиздит бабки по кода, она спиздила недавно у меня наушники, я говорю, где наушники? Она говорит, я не знаю, я не знаю, я не брала. Я ищу наушники, как долбор, блядь, по всей хате ищу. Я говорю, дай сюда телефон свой. Я, бля, захожу в нее телефон, вижу у нее блютуз наушники. Блютуз эпла. Я сверяю со своими, там код есть специальный. Она тупая, она не выкупит этот код. Я говорю, блядь, ты мои наушники брала, слушала музыку. Вот этот код у меня и на моих наушниках. Ты охуела? Две минуты наушники нашлись. Чудо. Короче, что светит? Уголовная ответственность, как минимум. Да, будет ходить, отмечаться в полицию каждый ебаный день. Будет ходить. Типу, я не знаю, что будет типу. Потому что, типа, то ли покрывает ее, то ли шо. Денег нет. Она говорит, я сейчас привезу все. Если она сейчас нифига не привозит, я завтра иду в полицию и пишу заявление. Типа, вы не подумайте, что я, типа, всегда так делаю, как бы. Но просто в другом, я не понимаю, как донести до человека. Надо как-то доносить методом, понимаете. Вот я не люблю, я не буду бить, карать. Вот я просто хочу, чтобы научила жизнь, что так делать нельзя. Мне очень обидно. Я вчера тельтанул, даже не стримил. Потому что, ну, еще одна была новость, все ее прекрасные знаете. Ну, про гексогены, земля ему пухом. И как раз вот, у меня спизили бабы. И вот, вот это все вот так накопилось, что я просто, понимаете, я, типа, блядь, думаю, ебать мой хуйка. Как же я этой, блядь, маленькой этой, не буду материться. И шмотки, и деньги, и то, и это, это не я, я ничего не брала. Блядь, да кто ж нахуй может взять? Ну, кто может взять? Ну, вот, даже если подумать, что кто-то среди моих кентов, там, гостей хочет спиздить бабки. Да, чел, да никто никогда в жизни не полезет туда смотреть. Я понимаю, если бы они вот так стояли на столе, деньги, вот так. Их вот так спиздил, окей, вопросов нет. Можно, конечно, расширить список. Но, чел, они были в таком месте, что туда надо залазить. И если ты кто-то захотел бы их спиздить, их бы, ну, никак нахуй не спиздили. Потому что там бы точно не искали. Да мне не обидно больше за эту полторашку, блядь. Обидно за такой крысиный, сука, поступок, такой маленькой крысы. Обидно за то, что эти деньги предполагались на всякий случай, если что-то случится. И это еще не все, нахуй. Я еще запишу сторис и скажу, вот, знаете что, вот, у меня есть такая классная племянница. Вот ее кенты, что вот она поступает вот так. Я хочу, чтобы все ее близкие, нахуй, знакомые, друзья знали, что она ебаная крыса. Потому что я таких людей не люблю. Я их просто не могу терпеть. В моем окружении таких нет. Я ненавижу первое в мире, что я ненавижу, когда воруют. Я ненавижу это. Я готов, не знаю, что сделать с такими людьми. Срочно продам Apple Watch. Недорого, тена. Уже что-то продает. Она до этого пиздила. Много раз, блядь. И у бати даже моего... Ты ей деньги даешь, то, сен. Будет у тебя жизнь хорошая. Повыебываться перед друзьями, я тебе выебнусь перед твоими друзьями. Все друзья, нахуй, будут знать, какая у них охуенная, блядь, подружка. Кто там? Привет. Привет. С полторушки бакса. 150 евро. Да, это Андрюха, который Андрюха дал мне. Классно у меня пленится. С такой тварью, блядь, в одном доме жить. Там, понимаете, там были и доллары, и евро. Но, ну, типа, просто 150 евро обратно. Ну, полторы тысячи. Класс. Что чел сказал? Скоро еще вернем. Верну. Говорю, где Карина? Скоро приду. Скоро еще верну. Понимаете, сам прикол того, что, не дай бог, бы что-то случилось. Я бы сказал родителям, возьмите эти деньги, уезжайте. И их бы, нахуй, не было. И эта малая пи*** вот стоит. Если бы что-то с ними случилось, и все это было бы только по ее вине. Просто. Вот сами подумайте. Ей же тоже надо, блядь, увозить на всякий случай. А денег, нахуй, нет. Ну, нету бабок. Куда ехать? Что делать? И не воспитаешь никак. Я мне это что? Я что, воспитываю, блядь? И меня нет здесь. Мне похуй. Откровенно мне поебать на нее. Будем честны. Этим не я должен заниматься. Это не мой ребенок. Я дядя. Я говорю что-то, но, блядь, если меня не слышат, смысл мне что-то говорить? Жизнь научит. Не я научу, жизнь научит. Жизнь научит. Меня жизнь учила. Улица учила, блядь. Меня не сказать бы, что родители воспитывают. Меня пацаны воспитывали. То нельзя, то нельзя, блядь, то можно. И нормально все было, блядь. Нормальным типом вырос. Мне даже реклама, блядь, эта ебаная не окупилась в этом ебаном ролике. Просто хотел сделать приятно человеку, блядь. Просто, типа, ну, блядь. Самый Барфеев был? Да. Вот такая доброта она так возвращается. Вот такая, блядь, деревенская добротища. Вот такое. Такие люди у нас иногда бывают. Тут даже дело не в этих деньгах. Просто даже не в деньгах. Сам вот этот поступок, вот этого, понимаете, вот этот мув от человека родного, по факту, от моей сестры, дочери. Не ожидаешь. Если я от обычных людей не ожидаю хуйни, просто от человека, которого увидел в глаза, не ожидаю дерьма, то от родного, то вообще пиздец. Я хочу, чтобы каждый в моем городе знал, что есть такая крыса, малая, которая вот так делает. Вот, чтобы каждый человек в этом городе, который с ней общается, знал, какой она человек. И то, блядь, я за всю жизнь ее никогда не прощу за это. Никогда, нахуй. И особенно в такой момент военного положения. Хорошо, что я, блядь, посмотрел на этот кошелек и не уехал. Я очень злопамятный, я буду это помнить до конца своих дней. Ну ладно, потратила 100 евро. Ну чел, ну полторы тысячи баксов, это 40 тысяч, ебаный гривен. Да я, блядь, даже когда иду с пацанами бухать, я максимум 5000 гривен потрачу. Повисеть, пятерку мы потратим, блядь, повисим. Так грязно. Ну пиздец, блядь, все нависимся. Туда, нахуй, можно потратить, блядь, столько денег? Да на Вильнюсе только сидит по сторисам, бач. Просто среди них быть крутым с Apple Watch'ем, с пиздатым айфоном. Это в наше время, это очень важно и очень ценится. Особенно в деревне. Ебать, смотри, какой у меня Apple Watch. Но я зато такая тупая, нахуй, блядь, ворую деньги у своего родного дяди. Пиздец. Я-то когда-то тоже деньги пиздил. Я спиздил у мамы 200 гривен. Я собрал всех типов, и мы пошли на компьютеры висеть. Там репоча пиздает или нет? Но у меня вот так, батя, знаешь, как они сказали, это ты спиздил. Я говорю, как? Они когда-то бросили 10 гривен на пол, вот так. Я их спиздил и спрятал. Они говорят, ты 10 гривен видел? Я говорю, нет. Они говорят, так что ты пиздишь, мы тебе их специально подкинули. Я говорю, ладно, это я. Дали мне пизды, я больше никогда в жизни не брал. Ну не пиздили даже. Мне просто вот так руки положили, ремнем по рукам наебашили, чуть-чуть, все. Говоришь, что, блядь, на ломался, и нахуй, на блядь, а? Да. Типа такого. Все, блядь, максимум, что вот какое наказание. И я понимал, что ладно, да, было время, блядь, да, я дурак малый. Но мне было даже сколько? Мне не 16 было, мне было 14, 12, 13. Я был в пятом классе. Это дэнс-сироп и дэнс-сироп. Да, в пятом классе я был, вот это я точно помню. Да, дэнс-сироп. Да, было время, но в 16, в осознанном возрасте, в 16 лет уже понимал, что нужно, что нельзя и как хуёво, блядь.